На защиту здоровья ненецких оленеводов стали региональные волонтеры. В округе действует штаб «Мы вместе». В его работе объединились неравнодушные люди, которые готовы оказать поддержку тем, кому в это нелегкое время необходима помощь. Продукты питания, топлива и средства первой необходимости волонтеры доставили накануне в оленеводческое стойбище СПК «Харп». Необходимо важный набор жизненно важных в тундре продуктов и вещей волонтеры доставили в оленеводческие стойбище СПК «Харп». Стойбище находится в 50 километрах от города. По словам председателя постоянной комиссии собрания депутатов по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию Матвея Чупрова, это было сделано, чтобы обезопасить жителей тундры от лишних контактов с внешним миром. Сделали это максимально дистанционно, по всем правилам. Приглашали ребят нас попить чаю. Мы, конечно же, не пошли для того, чтобы не подвергать их опасности. Посылки волонтеры передали дистанционным способом, оставили на безопасном расстоянии. Для того, чтобы исключить возможные контакты оленеводов с окружающим миром. Для того, чтобы их, в первую очередь, обезопасить от этой заразы, чтобы как можно меньше они контактировали с кем-то. Волонтерский штаб «Мы вместе» объединил различные волонтерские организации в борьбе с коронавирусом. Движение действует по всей России, в том числе и на территории Ненецкого округа. Для того, чтобы минимизировать контакты оленеводов, решили добровольцы волонтеры-медики совместно с членами регионального штаба ОНФ посетить оленеводческое стойбище и отвезли им продуктовую помощь. Между тем, работа волонтеров с оленеводами на этом не прекратится. Они также будут курировать стойбище, которые будут подходить городу и подавать заявки на оказание услуг. А в связи с этим волонтеры просят жителей региона ограничить посещение оленеводов в этот период. Кто планировал контактировать с оленеводами, в гости к ним ехать, тем более сейчас погода для этого позволяет и есть для этого время. Некоторые находятся на длинных выходных для того, чтобы они эти поездки исключили, для того, чтобы у оленевода было как можно меньше контакта. Потому что люди проживают в одном чуме, где-то есть и пожилые и оказать потом квалифицированную медицинскую помощь, если, не дай бог, коронавирус окажется на стойбище, будет очень и очень трудно. Сейчас волонтерское движение в Ненецком округе насчитывает 23 добровольца. Они оказывают помощь всем, кто в ней нуждается. Всем гражданам, которые пожелают заявить о помощи, чтобы знали, как отличить волонтера от мошенников, так как были уже случаи у нас в России, мошенничество. Волонтер, доброволец, оказывающий помощь, никогда не проходит в квартиру или дом. Он всегда при себе имеет бейдж-пропуск, а также паспорт гражданина Российской Федерации, имеет средства индивидуальной защиты, маску, перчатки одноразовые. Обратиться за помощью в волонтерский штаб может каждый житель региона по телефону горячей линии, номер которого вы видите на своих экранах. 8 800 234 14 Ольга Руссов, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Руссов, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».